Вы слушаете Радио Болтком Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит, боже мой Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Предновогодние праздники И рада, что выпала наша культурная среда в этот день Сегодня у нас в гостях мой старинный друг Художественный руководитель Оркестра народных инструментов Российской Академии Музыки имени Гнесиных Душа России Владимир Шкуровский Володя, привет, здравствуй Привет, Леночка Очень рада тебя видеть И, конечно, приятно встречаться в эфире в этот предновогодний день В Риге отмечали Рождество Сейчас готовятся к новогодним праздникам Скажи, как в твоей семье готовятся к этим праздникам? Любите вы их, отмечаете? Леночка, ты знаешь, поскольку семья музыкантов, то в первую очередь, конечно, через концерты Все наши хлопоты, они связаны с концертной деятельностью Три дня тому назад я отыграл в Российской Академии Музыки имени Гнесиных с оркестром Сейчас Анечка, моя супруга-орфистка, в Римско-католическом соборе на Малой Грузинской У нее будет уже третий концерт 30-го числа Там еще проходит заодно фестиваль, по-моему, 14-й рождественский фестиваль И они играли там музыку «Синсанс» в Рождественском сковораторе Ближе к Новому году будет, конечно, щелкунчик Поэтому хлопоты Все в концертах Я поясню У Владимира Шкуровского, нашего сегодняшнего гостя Супруга известная российская арфистка Анна Чудова И вообще это была, это целая плеяда музыкантов У Анны Чудовой все братья-музыканты И, к сожалению, в этом году уж умерли ее отец и мама И мама была известным композитором Татьяна Алексеевна Чудова И, кстати, ведь, Володя, ты исполняешь ее произведение своим оркестром, верно? Татьяна Алексеевна Чудовой Да, и как раз, слава богу, что заключительный концерт, который проходил в апреле месяце И как раз нам удалось поиграть в сочинение Татьяны Алексеевны Это была «Стрекоза и муравей» по Крылову Она последние несколько лет как раз увлеклась творчеством Связанным с написанием так называемых моно-мини-опер Когда на сцене находится один солист и большой оркестр или ансамбль В зависимости от состава И у нас спела Юлия Макарьянц, солистка театра имени САЦ И музыка Татьяны Алексеевны, в общем-то, вызвала овацию фору Так что я всячески рекомендую слушателям, если будет возможность Присоединяйтесь и послушайтесь «Приказу и муравей» в нашем исполнении Татьяна Алексеевна, понимаете, тоже писала музыку для органы И вот чита родственников Владимира Шкуровской, Анны Чудовой Это Олесь Кравченко, Иван Пайсов То вот они как раз тоже исполняют эти произведения Володя, вот смотри, у Анны такая абсолютно музыкальная семья И родители известны музыканты И все братья музыканты Как твоя семья? Как ты стал музыкантом? У меня отец играл на гармошке А мама не была музыкантом И, в общем-то, они настолько любили петь дома под баян Что хотели, чтобы сын продолжил вот эту традицию, вот эту династию И у нас ни один домашний праздник не обходился без того Я, правда, на аккордеоне учился, а не на баяне Вот как-то мне это было, но он оказался ближе Конечно, все родительские застолья были обеспечены в свое время сыном Но потом мне показалось, что это очень тесно находиться в рамках одного аккордеона И, слава богу, в музыкальном училище была возможность подойти к оркестру Это был оркестр русских народных инструментов И я почувствовал как-то мое, мое возможность выразить себя Возможность как-то выйти за рамки вот этого ограниченного маленького одного инструмента И, слава богу, пошло-поехало Да, скажи, где ты учился, где ты родился Я родился в Кишиневе и учился в Кишиневском музыкально-хореографическом училище имени Штефана Няги Вот, ну, это была советская такая хорошая, добрая, образовательная музыкальная школа Я помню, что когда кто-то из моих одноклассников умудрился раньше, ну, или там, ребят со школы поступить в это на тот момент элитарное учебное заведение, как музыкальное училище имени Гнесинер Я смотрел на них с завистью и думал, неужели вот эти небожители еще ходят рядом со мной по одним улицам, мне так хочется присоединиться к ним и быть с ними рядом в одной команде И, слава богу, в общем-то, получилось Ты поступал в училище при Академии Гнесиных или в Академию уже саму? Я закончил музыкальное училище Кишиневское Ага, закончил Кишиневское музыкальное училище и после него сразу поступил Но у нас назывался тогда Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных Название Российской Академии Музыки только через несколько лет Я, кстати, мне удалось поступить в 91-м году, накануне развала Советского Союза И, значит, на бюджет удалось? Да, 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 поступил на бюджет, потому что на следующий год, вот все, это были разные страны и это были абсолютно другие условия для поступления Было бы невозможно учиться, да И я поясню нашим дорогим слушателям, потому что не все рижане знают, что Российская Академия Музыки, а раньше это институт имени Гнесиных Это ведущее образовательное учреждение в России и в отличие от консерватории, вот, то есть они всегда конкурируют, Московская консерватория и Академия Гнесиных Делят учеников, перетягивают на себя теоретиков, пианистов, скрипачей, но есть специальности, которые Российская Академия Гнесиных ни с кем не делит Это как раз народные инструменты Это и все инструменты, которые входят в оркестр народных инструментов Давай расскажем нашим слушателям, потому что на самом деле мне кажется, что как будто в Риге нет оркестр народных инструментов То есть там у нас домры, балалайки, баяны, аккордеоны Обязательно, да, домры, балалайки, баяны, гусли, два вида гусли Гусли, кстати, я хочу сказать, что гусли очень похожи на латвийский инструмент коклы Очень, тоже очень близко Расскажи дальше состав вот именно народного... Входят классические духовые инструменты, флейты, гобои И с недавних пор, лет десятилетия тому назад, появились еще и кларнеты И, конечно, ударные инструменты всех видов, всех возможностей Это уже зависит от фантазии дирижеров, композиторов, исполнителей Поэтому, в общем-то, это абсолютно полноценный оркестр Как называется большой инструмент, который как балалайка, но выглядит как контрабас Так он и называется? Большая балалайка? Да-да-да, это большой треугольный вот такой инструмент, самый большой в оркестре Он называется как-то таки контрабас балалайка К слову контрабас добавляется еще слово балалайка, да Это фундамент оркестра, его основа Ну и, кстати, действительно, это настолько яркое звучание И мне вот, как русскому человеку, я всегда получаю огромное наслаждение Слушая оркестр народных инструментов И Владимир Шкуровский, кстати, дирижирует оркестром молодых Музыкантов, это студенты Академии Гнесиных К слову, например, когда говорят студенческий оркестр, например, консерватории То всегда понимают, ой-ой-ой, не всегда это будет высокое качество И студенты ходят через пень-колоду, стараются сюда пропускать Вот как у тебя, потому что когда слушаешь твой оркестр То у меня лично, во-первых, как и у музыковеда Никогда не возникает ощущение, что я слушаю студенческий состав У меня ощущение, что играет профессиональный, сильный коллектив Лен, спасибо за такую оценку Кстати, ты не первая, кто мне об этом говорит И это мне вдвойне приятно от тебя еще это слышать Я маленькую поправочку внесу У меня два коллектива в Академии Гнесиных Еще один молодежный находится в училище Там возрастной состав от 14 до 18 лет И именно непосредственно в Академии от 18 где-то до 24 лет два состава И в одном из них около 70 человек, а в другом около 40 человек Это разные программы музыкальные, разные концертные у нас дни, события В общем-то все мероприятия у них у каждого свои Я пытаюсь договариваться с людьми Я люблю музыку на минуточку, как-то так получается И всегда стараюсь, чтобы наши программы обновлялись У нас практически не бывает такого, чтобы я приносил для нового концертного события Что-то из старой программы То есть вот если студент учится 4 года У него условно говорят 2-3 программы за год Допустим 3 умножить на 4 Мы проигрываем, мы исполняем 12 программ за время его обучения В среднем или высшем учебном заведении И эти программы ни разу не повторяются То есть объем музыки, который он проходит, усваивает И на которой непосредственно растет Он высокий Наверное, после тебя, наверное, как раз студенты легко устраиваются в ведущие коллективы Раз у них такое Да-да-да, Леночка, это правда И у нас два главных оркестра в Москве Это оркестр имени Осипа И оркестр имени Некрасова Я смотрю иногда в телевизоре Или хожу на их концерты Там большинство выпускников тех людей Которые играли в наших оркестрах Большинство Есть еще, правда, Институт музыки имени Шнитке И, конечно, там тоже ребята достойные учатся И хорошо играют на народных инструментах Но я своих, я милого узнаю по походке Да-да-да, прекрасно Скажи, когда у тебя сформировался состав Душа России? Ведь наверняка не сразу Вы знаете, дело в том, что все равно там текучка происходит Я этим оркестром занялся в 2007 году Спасибо администрации Академии Гнесиных Которая меня пригласила на эту должность, на эту работу И как бы в основе своей мы встретились с ребятами И стали думать, ну нельзя быть просто оркестром Академии музыки имени Гнесиных Время такое интересное, хочется имени, хочется с фантазией, хочется соответствия И мы устроили голосование с ребятами Я их попросил, пожалуйста, давайте придумаем название для нашего оркестр И одно из них было вот таким Я уже сейчас много времени утекло с 2008 года Я стал забывать, но, наверное, возможно, там были названия Русская душа, там что-то около этого названия Но вот как-то душа России прикипела всем И почти единогласно за него Именно внутри коллектива мы проголосовали Ректорат Академии Гнесиных нас поддержал И, в общем-то, начали свой непростой путь движения вперед То есть, фактически, ты сейчас руководишь двумя составами А когда ты пришел вот к такой деятельности? Окончил Академию Гнесиных Как твой путь дальше продолжался? Может быть, скажешь пару слов о своих педагогах? Да, я закончил Академию Гнесиных в 1996 году Потом еще два года учился в ассистентуре стажировки Это был педагог у меня Борис Сергеевич Ворон Профессор, заслуженный артист по инструментовке Юрий Николаевич Шишаков Александра Павловна Батагова Царствие небесное великолепный педагог по общему фортепиано Те люди, которые действительно очень много дали мне в этой жизни Александр Егорович Кудаев Педагог по философии и эстетике В общем, много, конечно, добрых людей было И мне по окончании Академии Гнесиных предложили возглавить оркестр баянистов Я, кстати, знаю, что в Прибалтике, по-моему, есть оркестры баянистов и кардионистов В прошлом году я участвовал в качестве члена жюри в Могилевском конкурсе международном Тоже исполнителе именно на этих инструментах И какие-то очень приличные оркестры баянистов и кардионистов Были представлены именно из Прибалтики Это было Я не знаю, возможно, это есть в Литве Я вот не слышала, кажется, есть какой-то ансамбль баянистов Но у нас в Могилевской академии преподают аккордеон И есть такие прям выдающиеся музыканты, которые, к сожалению, как только окончивают Академию, тут же уезжают Прекрасный аккордеонист Савва Зих Вот такое стирание границ привело к тому, что все самые сильные музыканты в Риге И, наверное, при Палтике стараются, конечно, по программе «Размус» Они сначала уезжают учиться, а потом стараются остаться в Германии, в Англии Им там лучше Вот, но не будем о грустном А вот давай вернемся к замечательному коллективу Своей женой Анной, арфисткой Потому что для украшения Таким образом? Таким образом, что там мне было скучно Опять же таки, представляете, меня, человека Который убежал от одного аккордеона и баяна Мне дали сразу 30 30, но это все равно рамки, понимаете? Я стал думать, как же обогатить тембрами, красками эти возможности Думаю, о, а хорошо бы этот оркестр ввести бы, например, арфу Потому что мы-то баяны, мы инструмент фактически духовой А струнного инструмента как такового нету Попробовал виолончель, там какую-то скрипку еще Но они построили, совсем не сливались с архистом баянистов Было очень сложно И пригласил арфу Вот, и смотрю, заходит на сцену такое сокровище Несет себя, вот, вместе с арфой Чудо, такое чудо Такое чудо, да, такое чудо случилось Слава тебе, Господь Анна Чудова действительно потрясающая арфистка Востребованная и очень яркая исполнительница Тонкая, витозная Я, кстати, Леночка, хочу сказать, что Гнесинка соединяет сердца И это касается не только меня Ребята, поступайте в Академию Гнесиных Потому что у меня в оркестрах люди встречаются, люди влюбляются и женятся И это правда И не расстаются Потому что творческий союз очень длительный и радостный Всегда приятно видеть, как супруги друг друга поддерживают Потому что на всех концертах Анны Чудовой, когда, я не знаю, на всех ли, но вот когда она играет в усадьбе Кускова у меня, начиная с первого фестиваля, то на всех концертах присутствует Володя Шкуровский, наш сегодняшний гость Да, Володя, помимо того, что мы сейчас поговорим о репертуаре И вот у меня, конечно, такие вопросы, что кто пишет для народного оркестра? Про аранжировки будем говорить позже Что вы играете? Ты имеешь в виду именно композиторов современных? Да, композиторы Нет, не обязательно ваш репертуар народного коллектива То есть какую музыку вы играете и переложения, и специально написанные произведения Да, мы именно играем и то, что я делаю, оркестровки, и авторы сейчас, современные композиторы, повернулись лицом к нашему оркестру и очень много пишут И, например, в этом году мне удалось для себя открыть, я не знал этой музыки, марш Сати Пикадилли и, например, танго Игоря Стравинского 1940 года Мы уже исполнили это в оркестре, оно великолепно звучит То есть это прямо для оркестра народных инструментов? Нет, 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 эта музыка в оригинале была написана для фортепиано Вообще для фортепиано У меня есть такая особенность, я когда слышу музыку, она в голове у меня что-то щелкает И я иногда в тембре фортепиано, ну в этой фактуре, которая там представлена, могу услышать балалайки Могу услышать габой, могу услышать какой-то тути оркестровый аксилофон, одно, другое, третье И вот благодаря вот такой вот возможности я прям эти сочинения, как только их увидел краем уха, я выцепил их вообще из музыкального, вот этой музыкальной палитры и понял, что ее надо сделать Они звучат бесподобно, они ложатся на оркестровую фактуру и как родные их нельзя отличить, как будто это делал Сати специально для русского народного оркестра А кто делал в итоге? Ты перекладывал сам? Ленская, я делаю все сам, ты знаешь, вот начиная с какого-то там года, не знаю, начало с двухтысячных лет Я как стал заниматься именно конкретно с народным оркестром, я все сочинения пишу сам Даже Татьяна Алексеевна Чудова или другие композиторы, когда приходят ко мне со своими сочинениями, они говорят, а вы не могли бы здесь вот внести бы свои коррективы и редакции, потому что так как вы знаете свой оркестр, мы вам доверяем в полной мере И так оно и происходило и происходит до сих пор, потому что любой дирижер, который работает с живой материей, с человеческим коллективом и с конкретными инструментальными составами, лучше не его, вряд ли кто-то знает его коллектив и возможности этого То есть фактически ты соавтор, ты в это произведение полностью вживаешься и делаешь его возможным исполнением совершенно другого состава Да, 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 можно так сказать И сейчас композиторы стали некоторые, вот например, мы сейчас будем играть на фестивале современной музыки, который состоится ближайшей весной, музыку композитора Сергея Решетова Я помог ему тоже с оформлением ее под наш состав, и он пишет уже внизу, прислал мне эти ноты, пишет Композитор Решетов, редакция Шкуровского Как мило, как приятно Это приятно, да, взаимодействие С семьей Володи Шкуровской и Анны Чудовой еще меня связывает моя старшая сестра Александра Привалова, которая раньше подружилась, именно подружилась с семьей и является ярой поклонникой творчества этой семьи И она отмечает, насколько потрясающие аранжировки Сергея Рахманинова Когда ты пришел к этому, к его творчеству, что оно должно звучать в коллективе народных инструментов? Я пришел через отрицание, Елена, представляете себе? Я, Леночка, я в музыкальном училище, недостаточно владел фортепиано на первом курсе, сколько мне там было, не знаю, 14 или 15 лет Меня увидела учительница, учитель, педагог по общему фортепиано, говорит Вот у этого парня, наверное, получится сыграть колокола Рахманинова Это прелюдия до диез минорного Да, да Я так мучился с этой прелюдией Помните, там же есть бесконечные сложности, связанные с фактурой, с большим количеством бемолей, диезов, случайных знаков, то другое Я, наверное, полгода учил это сочинение, а потом я отвернулся от Рахманинова Он меня надломал на тот момент, просто он меня сломал, я не в состоянии был к нему подойти И только спустя, не знаю, наверное, лет 6 или 8, когда я стал слушать эту музыку, в большей степени, не знаю, впитывать ее Может быть, немножко повзрослел еще Я вдруг услышал, что это абсолютно русская музыка Это музыка, которая тембрами настолько гармонично ложится на именно русские инструменты Такие как домбры, балалайки, баяны Что я сейчас переделал значительную часть фортепианного репертуара Рахманинова именно для нашего оркестра В частности, например... Именно фортепианный Да, да, фортепианный А знаете, почему, Леночка, именно фортепианный? Потому что я не люблю, когда русский народный оркестр звучит вторично Если русский народный оркестр берет и играет переложение симфонической музыки Как правило, это вторичное звучание Потому что уже было создано для нас, не знаю, Чайковским, Рахманиновым, Шестаковичем Это великое творение в тех тембрах, в которых они его слышали, видели и сделали И наши тембры им не замена Если же я беру музыку фортепианную, которую написал автор То я ее делаю лучше Потому что там было всего один тембр Ну, разные регистры, тесситуры, низкие, средние и так далее А теперь из одного тембра у него превращается сразу, не знаю, в десять тембров То есть это совсем другая картинка Это совсем вот тот черно-белый рисунок, который был Он обрастает таким количеством колора, колорита, красок, тембров Что на мой вкус я улучшаю то, что было еще И пианисты, которые иногда даже заходят к нам на концерт, чтобы послушать Рахманинова В нашем исполнении, они говорят, мы не знаем этой музыки Это что-то... Они не узнают, да? Что это такое? Они не узнают ее, они не узнают Что это за музыкальный момент или картина, да? Да-да-да У нас очень удачные получили, знаете что? Его четырех... двухрояльные суиты У него есть две суиты, там где баркарола, где слезы, ночи, любовь, светлый праздник, тарантелло и так далее А из-за того, что там играют два рояля, представляете себе, какое там богатство для оркестровой фактуры Невероятное То есть мне там не надо было даже ничего сочинять Например, я сделал детский альбом Чайковского, тоже для нашего оркестра Ну что там сделать, когда двумя пальчиками играет в левой руке, двумя пальчиками ребеночек играет в левой Это надо было написать на оркестр, и в общем-то это получилось А у Рахманина уже там сам бог велел, там тут тебе и вариация, тут тебе и педаль, тут тебе и на тебе подголоски, на тебе мелодизм невероятный красоты какой-то То есть это сам бог велел брать эту музыку и делать из нее оркестровую Фантастика! А все-таки какой оригинальный репертуар? И когда начали писать? Когда возникли вообще оркестры народных инструментов? Это же гораздо-гораздо позднее, чем симфонические Да, этому оркестру еще нет 150 лет даже Он сформировался как кружок любителей игры на балалайке в Санкт-Петербурге, он так назывался По-моему, в 1888 году какая-то вот такая вот круглая дата И инициатором был маэстро Василий Андреев Вот и постепенно прошел свой путь, начиная от кружка любителя до Великорусского оркестра, до Императорского оркестра Кстати, теперешний оркестр имени Андреева, который в Петербурге находится, там руководитель Дмитрий Дмитриевич Хохлов Он, по-моему, носит статус вновь Императорского оркестра Они как-то вернулись к такому красивому названию И поначалу были струнные инструменты, только добрые балалайки, там добавились кусли Где-то в 30-х годах появились баяны, там постепенно духовые инструменты обрастали ударными Вот, и одними из первых профессиональных композиторов, которые написали для нашего состава Был Глазунов, он написал «Русскую фантазию», например, его попросил, по-моему, Андреев Сергей Никитирович Василенко написал итальянскую симфонию Глеер написал симфонию для оркестра И дальше как-то оно пошло-поехало Наш композитор основной, там, не знаю, середины века Николай Будашкин стали писать Это профессиональные композиторы для оркестра Юрий Шишаков И теперь, кстати, очень много композиторов Вот Чудова Татьяна Алексеевна, Владимир Беляев Алексей Ларин, Ефрем Подгаяц, Михаил Бронер Сергей Нестеров из «Консерваторских» Они прям, они пишут для нас И хочу, кстати, к слову будет сказать У нас один раз в год проходит фестиваль современной музыки Для Русского народного оркестра И в 22-м году это будет уже 19-й, 19-й фестиваль Да, и на протяжении 4-х дней в нём принимают участие Разные 8 оркестров народных инструментов со всей страны Со всей России Иногда даже иностранцы приезжают Там белорусы были, казахи, японцы, по-моему, даже один раз приезжали Потому что там тоже есть народный балалайщный состав И звучит всегда только оригинальная музыка 8 коллективов, 4 дня музыки современных композиторов Поэтому я очень признателен всем авторам, которые вкладывают силы И своё творчество направили в адрес именно наших инструментов, нашего состава оркестра Часто в симфонических оркестрах, помимо того, что они исполняют симфонии, какие-то крупные жанры Выступают в роли аккомпанемента, да, это многочисленные концерты для пиана с оркестром Как в народном оркестре наверняка же тоже есть такие вот Концерт для баяна с оркестром или концерт для аккордеона с оркестром Наверное, даже и для балалайки Да-да-да-да-да, многое есть Например, у Юрия Николаевича Шакова Я, кстати, у него учился по инструментовке Он написал концерты для всех инструментов У него есть концерты для добрых, концерты для балалайки Для баяна, для ударных инструментов с оркестром Сейчас, например, Ефрем Подгайц написал сочинение Как раз вы как в воду глядели, вы об этом не могли знать Я вам об этом, Лен, не говорил Но он написал концерт для аккордеона с народным оркестром Как раз мы будем играть на фестивале Вот 1 апреля он запланирован, у нас премьера Вот Чайкин писал концерт для баяна из композиторов Шиндерёв В общем, конечно, для доброй балалайки люди пишут Люди пишут И Минакова из современных написала для балалайки Волшебник изумрудного города Такое сочинение очень интересное Да-да, очень интересно Ну вот скрипки, которые в оркестре обладают Очень полным, ярким звуком Конечно, и ни домр, и ни балалайка не могут сравниться по силе звучания Сколько инструментов должно быть балалайк и домр Чтобы они как бы балансировали с баянами, с аккордеонами То есть это больше, чем в симфоническом оркестре Или примерно тот же состав Лен, знаешь, вот не в бровь, а в глаз вопрос Абсолютно актуальный Потому что, конечно, чем больше струнных инструментов Нашего класса, нашего порядка в оркестре, тем лучше Действительно, мы уступаем по объему звучания Скрипкам, виолончелям Мы им не равня Но в чем-то, мне кажется, мы эти инструменты превосходим С точки зрения колорита Колорита и свежести Я вот, например, слушаю симфонический оркестр Испытываю от него свои эстетические какие-то впечатления Удовольствия и так далее И в то же время, слушаю народный оркестр Ощущаю свежесть Ощущаю его 150-летнюю юность Понимаете, по сравнению с симфоническим оркестром С тем же самым Ощущаю его какие-то возможные перспективы Возможность того, что вот этот трепет Вот это чудо рождения звука В маленьких инструментах Оно в состоянии не оставить равнодушным никакого слушателя И, конечно, мы заинтересованы в том Чтобы этих инструментов, особенно струнных, было больше И я пытаюсь следить за этим с точки зрения баланса По отношению к баянам, по отношению к духовым, ударным Кстати, на одном из последних концертов, в котором мы были У меня в оркестре было четыре человека, играющих на ударных По отношению к количеству струнных, которые сейчас учатся в Академии Гнисимер Это был явный дисбаланс в сторону шумовых инструментов И мне очень приятно было, что слушатели там, причем профессиональные Они сказали, Владимир Михайлович, у вас такие причесанные ударные Причесанные, это в кавычках имеется в виду То есть люди, которые слышат, чувствуют баланс и не подавляют его Потому что ударные это ребята хоть куда Они в состоянии стукнуть так, что вздрогнешь и подпрыгнешь от кресла Так вот, это люди, которые чувствовали баланс оркестра Что сейчас им не нужно играть два или три форта Что рядом с ними сидят не тромбоны, а добрые балалайки и баяны И, соответственно, их звук должен быть подкорректирован Под общую балансовую картину мира Как ты составляешь репертуар? То есть ты говоришь, что два раза в год ты делаешь разные программы То есть как ты выбираешь произведение? Ты заранее планируешь или вот что-то спонтанно приходит? Я могу предварительно планировать, если это фестиваль современной музыки То есть я встречаюсь с композиторами Они делятся своими какими-то новыми сочинениями, наработками, идеями и так далее Если музыка еще не написана, я могу попросить даже Татьяну Алексею Но я, например, попросил для нас написать именно вот эту басню Тоже «Стрекоза и муравей» в частности А в последнее время я нашел для себя очень такой любопытный И важный источник пополнения репертуара Я, когда езжу на работу, я всегда включаю радио «Орфей» Дай бог здоровья людям, которые работают на радио «Орфей» Они все время мне подсовывают что-то новенькое Я на радио «Орфей» услышал танго Стравенского Услышал «Сати» вот этот «Марш Пикадилли» Какие-то, да, какие-то номера «Ибера» Что-то из «Пуленка» мы играли «Призрачный бал» Я мгновенно, как только что-то за ухо цепляется Я сразу фотографирую там на дисплее Написано, они пишут еще, что это за произведение Потом отыскиваю благополучно ноты И делаю оркестровки У меня, кстати, есть папочка в телефоне В которой накопилось уже, не знаю, наверное Произведение около 12 или 16 Которые я еще даже не успел оркестровать Но потенциально они ждут своего часа Для того, чтобы войти в состав нашего репертуара Сколько времени уходит на то, чтобы сделать, например, Аранжировку того же «Сати» Маши Пикадилли? «Сати» быстро получился «Сати» получился быстро Именно потому, что это небольшой такой рек-тайм Он звучит буквально полторы минуты И там еще от многих вещей зависит Зависит от фортепианной фактуры Зависит от тональности Например, есть тональности, в которых оркестр хорошо звучит Переделываешь тональности? Переделываешь тональности? Могу переделывать Если надо переделывать, за ценой непостоим Тональность переделывать обязательно Лишь бы звучала Что-то там не было Какого-нибудь серобемоль-мажора, да? Или себе? Да-да-да, многодемольного Например, вот этот Стравинский танго Он в оригинале у автора в ре миноре написан А у нас на струнных наших инструментах Последняя нотка ми Нижняя самая Поэтому мы не можем себе позволить ре минора Без ущерба для исполнения И в нашей редакции танго Стравинского Будет звучать в ми миноре Точнее, уже звучит, мы его записали Володя, давай поздравлять наших слушателей С наступающим Новым годом Программа заканчивается С тобой можно разговаривать бесконечно Это невозможно Как она может закончиться так быстро? Уважаемая, дорогая Леночка Уважаемые наши радиослушатели Мне, я, во-первых, благодарю, Леночка За приглашение Мне очень приятно было провести Сейчас эти несколько скоротечных минут в эфире Новый год, кстати, еще не скоро Еще целых два-два с половиной дня Я желаю вам счастливого Да, с перспективой Я желаю вам счастливого Нового года Желаю, во-первых, чтобы мы с вами с радостью дожили вот эти Оставшиеся нам два с половиной дня 2021-го Я хочу, конечно, в первую очередь пожелать здоровья Потому что это первое, что нужно каждому из нас Пусть Господь даст иммунитета крепкого в вашей семье Пусть будет мир И я очень хочу к вам приехать Но с закрытой границы сейчас это сделать невозможно Пусть откроются границы Пусть закончится вот это непонятное все, что сейчас происходит в мире И пусть будет счастье в каждом из ваших домов Я вас очень люблю и надеюсь на скорую встречу Дорогие друзья, у нас в гостях был художественный руководитель Вне времени И вот теперь вы знаете еще один жанр Помимо моей любимой органной музыки Симфонической музыки написано очень много музыки Для оркестра русских народных инструментов И сегодня у нас как раз гость был Владимир Шкуровский До новых встреч уже в новом году С вами была я, Елена Привалова До новых встреч Пока